В эфире новости день за днём. В студии Олег Соловьёв. Здравствуйте! О событиях города и не только расскажем прямо сейчас. Сегодня в выпуске. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно в весеннее время. Позаботьтесь о своей жизни, выходя на лёд. Операция выполнена. Рыбаки на Десногорском водохранилище спасены. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 624 сообщения. Управление по делам ГОИЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Сейчас же прошло 40 лет после того, как я вышел из ГОНО. Мне всё равно раз, два в год обязательно что-то снится. В памяти героев участники боевых действий в Афганистане рассказали об ужасах войны. Буба вручает Павлович Лубенский. Также команда награждается дипломами. Участников проекта «Планета баскетбола» «Оранжевый атом» наградили на торжественном собрании. Тили-тили-тили-бом, приходите в новый дом! Кошкин дом. Маленькие актёры показали представление, после которого зрители плакали. Эпидемии респираторных заболеваний бушуют на Смоленщине. Порог заболевших по области превышен на 20%. Роспотребнадзор предупреждает, пик эпидемии не пройден. Особая ситуация среди школьников. Эпид-порог превышен на 40%. При этом в дошкольных учреждениях ситуация находится в пределах нормы. К счастью, грипп пока регистрируется редко. В регионе циркулируют адена и ринобирусы. Врачи советуют не пренебрегать стандартными методами профилактики. Питаться здоровой пищей, быть больше на свежем воздухе и избегать стрессов. Когда счёт идёт на секунды, на учениях ГИМС отработали действия по спасению человека, который провалился под лёд. А тех, кто первыми спешат на помощь терпящим бедствия, смотрите в сюжете. Наступление весны. Традиционно сложное время для организаций, которые обеспечивают безопасность на воде. Лёд под воздействием положительных температур стремительно разрушается. И нахождение на нём становится смертельно опасным. Но, как показывает практика, некоторые азартные рыбаки пренебрегают очевидными правилами безопасности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на воде сотрудники ГИМС МЧС России по Смоленской области провели спасательные учения на Десногорском водохранилище. Они начали с патрулирования территории на судне на воздушной подушке. Инспекторы проинформировали рыбаков о правилах нахождения на льду и возможной опасности при перепадах температуры. В это время квадрокоптер проводил мониторинг обстановки на водохранилище. Летательная техника позволяет оператору осматривать местность и выявлять чрезвычайные случаи. Данный беспилотный летательный аппарат по своим техническим возможностям может подниматься на высоту до 500 метров и на удаление до 8 километров. Что можно с легкостью отслеживать выход людей на лед. Согласно легенде учений, на оторвавшейся льдине были обнаружены рыбаки. Спасательная команда незамедлительно выехала на помощь. Используя штатную спасательную технику, людей погрузили на катер и доставили на сушу. На берегу пострадавшим была оказана медицинская помощь. После того, как извлекли пострадавшего из воды, его нужно срочно доставить в теплое помещение, какое там есть машина или какое-то здание, чтобы было тепло. Снять мокрую одежду, растереть сухим полотенцем, одеть сухую одежду, какая есть, дать обильное теплое питье. Также были показаны способы спасения человека из воды. Можно использовать как подручные средства, например, ветку или одежду, так и специальные штатные средства спасения, такие как спасательная доска. Что бы ни происходило, главное – не поддаваться панике. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно в весеннее время. Позаботьтесь о своей жизни, выходя на лед. Находясь на льду, необходимо помнить, что наша безопасность в наших руках. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей один раз, по оказанию помощи скорой шесть раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 624 сообщения, из них 270 ложные. Поступило и отработано 11 просьб от населения. Губернатор Смоленской области Алексей Островский возглавил делегацию региона на инвестиционном форуме в Сочи. Восьмой российский инвестиционный форум – площадка для обсуждения вопросов развития экономики и ее тенденций. Здесь же пройдут презентации инвестиционных проектов, а также укрепление связей между представителями бизнеса. Глава региона проведет ряд деловых переговоров с бизнес-партнерами. Также планируется подписание ряда важных документов, в том числе соглашение о реализации на Смоленщине значимых инвестиционных проектов на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Договоренности и соглашения, достигнутые на полях форума, будут всецело способствовать развитию Смоленского региона. В преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана в выставочном зале «Феникс» прошел урок мужества. Беседу с гостями провел офицер Игорь Журавлев, руководитель городской ассоциации ветеранов. Подробности далее в сюжете. Пройдут годы, но события тех лет никогда не сотрутся в нашей памяти и памяти наших потомков. Далекий Афганистан стал полем битвы для советских воинов, многим из которых не суждено было вернуться домой. Более 15 тысяч солдат так и не смогли снова увидеть родные края. Эта война стала второй подчисленностью несенных жизней после Великой Отечественной. И долг любого сознательного гражданина чтить и помнить подвиг наших воинов. Страна, куда были отправлены советские солдаты, таила массу неизвестных опасностей. Слайды и наглядные материалы четко продемонстрировали быт и обстановку в стране тех лет. Но где бы война ни происходила, это всегда горе и беда для всех. Любая война – это очень плохо, скажем так, это очень мягко говорю. Поэтому то, что я воевал два года в Афганистане, для меня все равно это в моей судьбе осталось, без вопросов. Ну вот простой пример, только приехал когда из Афганистана, уже нормальную гражданскую жизнь, скажем так, то я три месяца еще бегал по горам во сне. То есть мне все время снилось. И даже сейчас же прошло 40 лет после того, как я вышел Афганом, мне все равно раз-два в год обязательно что-то снится, откуда-то из подсознания вылезает. И я так предполагаю, что это будет до конца дней моих. Горные перевалы тех мест стали последним пристанищем многих советских молодых людей. И в наших силах сделать так, чтобы память о них жила вечно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Фуру санкционной продукции остановили на федеральной дороге Москва-Минск. На требования сотрудников ГИБДД водитель грузовика не отреагировал. За контрабандистами началась погоня. Фура сначала двигалась в сторону Москвы, потом развернулась и на большой скорости направилась к российско-белорусской границе. Грузовик удалось остановить в районе Красной Горки. В грузовом отсеке автомобиля оказались яблоки без маркировки документов. Проводится расследование. 12 февраля в Центре культуры и молодежной политики Десногорска состоялось торжественное закрытие региональных финальных игр «Кэсбаскет». Заслуженные награды получили все участники спортивного проекта. Дошкольники и их родители, первоклассники и учителя физкультуры, директора школ и тренеры. Внимание удостоились и активные жители Десногорска, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Подробности в сюжете. Десногорск без привлечения стал баскетбольной столицей региона. Именно здесь проходил школьный баскетбольный чемпионат «Планета баскетбола «Оранжевый атом». Подвести итоги проекта на одной сцене собрались организаторы, победители и участники. Кубками и новой спортивной формой были награждены команды 7-8 классов. Они заняли призовые места в школьном региональном финале. В соревнованиях принимали участие и более юные спортсмены – ученики 5-6 классов. Команды-лидеры также получили свои награды. Отдельные подарки ждали и учителей физкультуры, которые воспитывали победителей. Не остались без внимания и директора Десногорских школ, где учатся и играют в баскетбол юные спортсмены. Им вручили благодарственные письма и баскетбольные мячи. Тренеры и лучшие игроки команд получили свои заслуженные подарки. Отдельного упоминания были удостоены участники программы «Атомгруппа» – ученики 1-го Б-класса 3-й школы и воспитанники детского сада «Лесная сказка». Их поощрили заведение здорового образа жизни и регулярные игры с мячом. Активные жители Десногорска тоже не остались без внимания. Награду я получил за нормативы сдачи Всероссийского конкурса «Готов трудовой обороне» ГТО. Там я явился золотым призером, сдал на золотой значок, являюсь активной жизненной позицией, являюсь человеком, который пропагандирует здоровый образ жизни. Сами спортсмены особым вниманием к своим заслугам остались довольны. Я думаю, что обязательно нужно провозить это соревнование, потому что ты показываешь свою силу, на что ты способна. Позитивные эмоции были заметны на счастливых спортивных лицах всех участников торжественного собрания. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Открыт прием заявок на новый сезон российской серии кольцевых гонок. Организаторы соревнований этого года подготовили несколько сюрпризов. Впервые все этапы гонок пройдут на разных автодромах. Стартует сезон 20-21 апреля в Чечне. Далее участники побывают под Нижним Новгородом, Смоленском, Казанью и в Подмосковье. Финал сезона состоится в сентябре в Сочи. Также нововведения коснутся и организационной части. Например, все пилоты Туринга в этом сезоне автоматически становятся участниками нового засчета TCR Russia. Он одобрен Международной Автомобильной Федерацией ФИА. Прием заявок во все классы российской серии кольцевых гонок открыт с 13 февраля 2019 года. Подробности на сайте rskg.rf 13 февраля в детском саду Теремок воспитанники старшей группы показали спектакль по сказке Самуила Маршака. Подробности детско-актерской игры далее в сюжете. Сказка-ложь. Давний намек. Интересное театрализованное представление. Яркие костюмы и блестящее перевоплощение в образы. Все это было на маленькой сцене детского сада. Голосистый детский хор пел весело и звонко. Знаменитые строчки Маршака. По сюжету богатая кошка не приютила племянников котят в своем красивом доме и в итоге осталась на улице в поисках крова. Ты в постели свинья. Я осталась без жилья. Буду мыть себе посуду. Поросят качать я буду. Не твоя гума печаль. Поросят моих качать. А помойная корыта. Хорошо хоть и не мыта. Побывала главная героиня не в одном доме. Но пристанище не нашла даже у друзей. Рады ей были только племянники. Реалистичные декорации спектакля были продуманы до мелочей. Сказка смотрелась на одном дыхании. Представлением остались довольны и маленькие актеры, и благодарные зрители. Спектакль просто очень понравился. Очень обалденный. Дети все молодцы. Все абсолютно. Прям даже нет слов. Хорошо прошел спектакль. Дети молодцы. Они надев костюм и почувствовали в себе такую ответственность. И так хорошо и выразительно сыграли роли. Мы все очень довольны детьми. Спасибо им. Родителям очень понравилось. Мама даже плакала. Получилось очень красиво. Мне очень даже самой понравилось. На телевизоре потом посмотрю. Премьера прошла на ура. Но всех огорчило расставание с одной из актрис. Девочка с родителями уезжает в другой город. Ничто не постоянно. И уже в следующем году новая старшая группа покажет новый интересный спектакль. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. И о погоде. 15 февраля в Десногорске возможен снег с дождем. Днем плюс один, ночью до минус двух. На сегодня это все. Смотрите наш телеканал. А также не забывайте про наш сайт. Деснадефис.тв.ру С вами был Олег Соловьев. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин